И также вот эти два момента нас приводят к третьей проблеме, проблема политзаключенных. Почему она важна? Потому что если все основные позиционные лидеры сидят в тюрьме, то кто тогда пойдет на выборы? Возникает дилемма, то есть чтобы провести выборы, нужны политические лидеры, которые будут возглавлять политические партии или движения. И эти движения пойдут на выборы, на которых они могут победить. Собственно, суть политических институтов в трех переменных изображается. Я подобрал данные, которые измеряют это, и сформировал один такой индекс политических институтов. Он варьируется от единички, от 0 до 1. То есть единица полностью закрытая, 0 полностью открытая. То есть Россия здесь где-то 0.7. Но это одна часть проблемы. Это то, что касается политики. Это то, на что мы можем повлиять с вами. Но есть более глубокая проблема, о ней никто практически всерьез не говорит, особенно в России. Это проблемы экономических институтов. В России эта проблема заключается в следующем. То есть есть такой ресурс, как нефть. Ну, нефть это формально совершенно. Это могут быть минералы, какие-то там золотая руда, алмазы и так далее. То есть это вот такой рент. И из этой нефти, скажем так, формируется такая вот корзина, да, плак, которые люди, контролирующие политические институты, могут разделять между населением. То есть я подробно в это не вдавался, но почему, например, люди, которые работают на государстве, почему они, как и всегда, голосуют за Путина, почему они всегда ходят на его, скажем так, митинги Единой России и так далее. Проблема здесь в том, что как бы нефтяные деньги, они в первую очередь достаются бюджетникам. Потому что они суть как раз вот этой вот главной поддержки режима. Это люди, которые всегда скажут, да, я за Путина, я за Единой России, потому что они получают от этого определенный доход, скажем так. В то время как люди, не работающие на государстве, этого не получают. Но почему экономические институты важны? Потому что в тот момент, когда они контролируют политически, они всегда стараются захватить экономически. Потому что в долгосрочной перспективе очень трудно сражать политических заключенных, фальсифицировать выборы и запрещать политические партии, если у режима нет денег на то, чтобы этим заниматься. То есть если этой нефти нету, так называемой, то в принципе это очень сложно сделать. Все приводят мне в контрпример Беларусь. То есть в Беларуси нефти нету, нету никаких ресурсов. Собственно, как тогда получается, что у режима все контролирует? А вместо нефти в Беларуси есть проблема государственной собственности. В принципе, имея государственную собственность и всех людей в учреждении, в большинстве людей в Беларуси работают на государстве. Возникает такая же проблема. Эти люди получают на бабки пенсии, эти люди получают какие-то зарплаты. И когда их спрашивают, вы голосуете за Лукашенко, они говорят, конечно, да. Потому что они воспринимают его как своего некого покровителя или патрона. И в данном случае нефть и государственная собственность, они являются тем материалом, который они продают людям, чтобы контролировать политические институты. И моя модель, в чем ее суть главная. Суть в том, что чтобы контролировать политические институты в долгий промежуток времени, без контроля над экономикой, это просто невозможно. Потому что у тебя не хватит денег, чтобы пересажать всех, фальсифицировать все выборы и тому подобное. Поэтому, как только они теряют контроль над экономикой, то контроль над политическими институтами тоже спадает. Потому что, чтобы постоянно все это подделывать, нужен какой-то ресурс. И когда ресурса нет, например, как это происходит в Украине, закончилась казна. Репрессировать людей сложно, потому что люди не дураки, они уже понимают, что рано или поздно режим Янукович упадет. Вопрос только как. И когда выяснилось, что казна пустая, что кормить людей нечем, обещание тоже давать глупо какие-то новые. И как только Янукович потерял контроль над экономикой и не смог экстрактировать этот ресурс, чтобы его проявить в политике, он был тут же свернут и улетел, мы сами знаем куда. Поэтому суть моей теории проста. В первую очередь диктатор обладевает политическими институтами по этим трех параметрам, и потом он принимается за экономические институты. И как только его контроль над экономикой так или иначе разрушается, то и здесь он тоже теряет власть. И тогда, возможно, есть потенциал для того, чтобы систему изменить. Но пока режим контролирует и то, и другое, как это сейчас происходит в России, без каких-то внешних шоков в отношении экономики, то есть контролем за нефтью, бюджетниками и налогообложением. То есть здесь тоже три переменных, которые я использовал. Это уровень налогообложения, потом количество бюджетников, людей, работающих на государство, и доходы от нефти. То есть вот эти три переменные объясняют экономическую составляющую. Ну, в общем, как бы я подошел к концу, как это можно объяснить с точки зрения российской нашей действительности. То есть мы все прекрасно понимаем, что победить на выборах сегодня просто невозможно. Это возможно только в тех случаях, когда власть делает самые ошибки, и такие люди, как Ройзман или Евгений Урлашов в Ярославле, только в таком случае они могут победить. Это лишь ошибка режима. То есть это не только их потенциал. Понятно, что они люди очень такие прогрессивные и интересные, но здесь скорее играет фактор того, что режиму недостаточно, средств было выделено, или люди не те были выдвинуты. Поэтому победить режим на выборах, честно, это невозможно. А создавать новые партии, это тоже бессмысленно. Потому что партии создаются как бы как определенный какой-то проект, выразитель определенной идеи, либеральной, националистической, без разницы. Но партии, как таковы, сегодня не играют никакой роли. И третий момент, что политзаключенные, ну, сейчас все сидят в тюрьме практически. То есть из всех тех, кто мог бы, может быть, что-то сделать, они все, в принципе, сейчас находятся в местах лишения свободы. Поэтому поле для деятельности какой-то в рамках политической института сегодня в России нет. Поэтому главный вопрос заключается в том, что будет с экономикой. То есть, как будут сохраняться те же доходы от нефтяных продаж, как бюджетники будут себя чувствовать, и какой уровень налогообложения будет. То есть, если мы скажем, что, например, завтра будут введены эмбарго на поставки нефти, то, скорее всего, давать какие-то привилегии бюджетникам будет намного сложнее. Тогда режиму придется собирать больше налогов, что вызовет еще больше социального напряжения, потому что, в принципе, налоги платить никто не хочет в большом количестве. И, скажем так, без нефти, как бы, вся эта вот схема, да, вот эта таксономия российской действительности, она просто как бы канет в льду. Поэтому все, что мы можем сделать на данный момент, это разработать такую схему, при которой никто, кто придет, скажем так, после Владимира Владимировича, не смог проделать тот же самый путь. То есть, сначала ограничить политический выбор людей, и потом полностью, скажем так, охватить экономику своими руками. И я думаю, что на этом я закончу. Мне будет интересно услышать, какие у вас есть замечания или мнения. Похожие. Да, я, конечно, с удовольствием выслушаю ваши вопросы, потому что, я думаю, что тема довольно актуальная. Ну, хотя бы начнем с того, вот как региональная политика выстраивается, может ли там какие-то лифты быть иные, отлично от этого? Я к чему? У нас полупором регион-лидер, и я думаю, что он будет и в других вещах регионным лидером. И то, что у нас сейчас идет, как с одной стороны, все прекрасно, все хорошо, прекрасно, маркиза, а когда чуть, туда, к отверху, чуть немного глубже, уже веришь, это гниение. Я вот сейчас вот сбросил в Facebook фотки, внутри елки засохли, вот, в кинотеатрах центральных. Я написал, такси у вас на узком области, на узком областной власти, так мне кажется. Будут ли какие-то в регионах иные ситуации? Давайте я, наверное, сначала объясню, как уступят проблемы, а потом мы обратимся, вот к примеру, к Калужской области. Россия так устроена, с точки зрения экономики, она это, мне кажется, взяла из советского прошлого. То есть есть федеральный центр, скажем, назовем его ядро, то есть это ядро, куда стекаются потоки всех денег, то есть я не могу точную цифру назвать, но мне кажется, что 85% наших регионов это регионы дотационные. То есть регионы, которые получают деньги из ядра, в зависимости от того, как хорошо справляются областные на местах. То есть, грубо говоря, если губернатор делает все, о чем его просят в администрации президента, он получает больше денег из федерального центра, и в зависимости от этого он может как-то действовать. И так далее. И проблема в том заключается, что регионы, большинство из наших регионов, мы все с Сергеем разговаривали про это, есть такой долг у Калужской области. Он сказал 50% его валового продукта. Он ошибается. Это процент под 70%. Под 70%. Я ему сказал, что... Более того, сейчас они планируют в этом месяце применять закон и отменить вообще верхнюю планку. Ну, это большая проблема, потому что в среднем по стране, если вот мне неизменить память, то 150% это как бы уже, ну, как бы умножить в регионах такая проблема. И суть в чем, то есть пока эти деньги поступают вот таким образом, невозможно создать условия, при которых регионы динамично развиваются. Потому что все зависит не от того, как выполняют там свои планы регионы, или там и так далее. Все зависит от того, как губернатор убеждает людей, вот, которые вот занимаются как раз у нас политикой, дать больше денег. При такой схеме, я думаю, просто невозможно, как бы создать динамичное развитие регионов. Регионы должны заниматься, как бы, своими делами внутри своих регионов, платить налоги в свою казну, не отправлять никаких денег в центральную часть. И только так регионы смогут сами себя поставить на какие-то рельсы развития. Иначе получается такая ситуация. То есть ты, ну, как бы в человеческом отношении, как будет так, у вас есть богатый родственник. И вы, как бы, просите у него все время денег. И эти деньги вы тратите на то, чтобы жить. Вместо того, чтобы, как бы, встать на ноги и придумать какие-то свои пути развития, вы каждый раз обращаетесь к тому, а к тому и тому же родственнику. Вы все время просите ему денег. В итоге всю зарплату вы отдаете ему, а он между вами все, как бы, все это дело делит. Но, возвращаясь к Калуге, я думаю, что ваш вопрос, он больше связан, как бы, что можно сделать на местном уровне, чтобы был какой-то сдвиг еще и на федеральный уровень. Правильно я понимаю? Ну, нас, конечно, интересует чисто Калугского. Потому что у нас лидер слишком долго на этом месте он выстрел пирамиду, и никакого входения со стороны в эту пирамиду нет. Вот только лишь свои. Вот как я это описал. Все вот эти люди, они вышел. И сегодня уже очень большое количество людей, не вписывающиеся в эту пирамиду, обиженные этой властью, готовы создать общественную организацию, которая будет бороться против существующей вот этой пирамиды. И каковы шансы, могут ли быть они вот на сегодня? И в какой-то степени эта общественная организация, она готова как бы позиционировать себя как это представители Путина на местах. Что на местах и не исполняются указы распоряжения президента, а эта общественная организация будет их контролировать. Ну, на самом деле, как бы идея мне близка. Я как бы понимаю, почему она вам интересна и нравится. Но, может быть, я в этих вещах пессимист, но я почему-то думаю, что у нас в России все начинается с центра. То есть, вот этот треугольник, о котором мы сказали, то есть, вы сказали, что он как бы выстроен был местным вашим губернатором, но этот треугольник, он на самом деле общероссийский. На самом деле, все происходит вот на вершине вот этого альберга, и снизу как бы довольно сложно что-то изменить, потому что есть система правил, которая руководит действиями, мотивацией всех вот этих вот чиновников. Мотивация простая, как бы, я являюсь частью вот этой вот группы людей в этом режиме, и моя цель, как бы, сохраниться там. И, когда вы говорите, что вот создать общественный контроль, людей заставить, скажем так, говорить об этих существующих проблемах, я боюсь, что на этих людей это никак не подействует. То есть, что я имею в виду? Для них то, что вы появитесь, это будет еще одним врагом, на которого они попросят денег, чтобы его, как бы, разбомбить. То есть, грубо говоря, ваш губернатор блюдо скажет, в общем, тут какие-то вот ребята, вот, они тут что-то манутили, короче. Вот. И они хотят там создать нам проблемы, вот. И, как бы, дайте нам денег, чтобы там с ними со всеми разобраться. Разгромлено будет моментально. То есть, если это будет иметь какую-то вот идею, что мы противостоим там кому-то в городе, я думаю, разгромлено будет это мгновенно. Другое дело, если вы предложите конструктивную программу не против кого-то, а за что-то, то есть, вот это будет уже иметь роль, но это, опять же, не переубедит людей на вершине Альберга или даже у вас в администрации что-то изменить. Скорее, это людям даст больше идею о том, что вот есть люди, там вот как вы, там как Сергей, да, которые предлагают какой-то интересный проект, говорят, что его можно привести в жизнь, но это не получается сделать, потому что вот есть вот определенные политические барьеры, да, внутри которых вам приходится это делать. Тогда, возможно, общественное мнение будет на вашей стороне, и им придется потратить очень много денег на то, чтобы как бы отмыть себя вот от вот этой вот бюрократического безделья, можно так сказать. Но если вы будете как бы намекать на то, что мы против Единой России, мы, значит, вот такие вот первые, пушистые, я думаю, что это закончится только очень сильным ударом по вам как организации, но если сделать это более конструктивно, я думаю, что потенциал есть, но для общероссийской ситуации не будет иметь никакого значения. Потому что есть куча городов, и я знаю такие города, где не то, что там гражданского движения нет никакого, ну вообще ничего нет. То есть там даже нет тех людей, которые, возможно, были бы заинтересованы этой идеей. Вот это огромная проблема. То есть если бы по всей России в каждом городке происходили вот такие вот процессы, которые вы описываете, да, и была какая-то общая схема, структура, как такие движения создавать, а значит, как их организовывать, как минимизировать издержки, связанные вот с репрессией режима, то есть как сделать так, чтобы люди не пострадали, как обезопасить их от вот этих угроз. Вот это важно. Если бы по всей России у нас были бы вот там такие вот определенные методики, да, как это делать, возможно, это можно было бы из этого создать что-то, но я думаю, что на одном уровне Калужской области это вряд ли будет иметь какую-то решающую роль, потому что начинать надо все-таки в ситуацию. То есть я думаю, что Ленин тоже был не дурак, как бы, и он знал, что ехать надо в Питер, а не еще куда-то, когда он, значит, подумывал о том, что сделать с Россией, как бы, да, поэтому весь контроль вот над этими вещами осуществляется в Москве, как бы, и именно там, как раз, я думаю, будут все процессы протекать, когда начнется у нас изменение политической системы, поэтому как бы Москва это вот то место, откуда будут происходить все изменения. Будет хорошо, если, конечно, во всех этих точках, местах страны будут уже люди, которые, в принципе, понимают, зачем это надо. Вот и тут, наверное, ваша организация, вот общественно, вот это вот, общественный договор, да, она, может быть, сыграет роль в будущем, но не на данный момент. То есть я не уверен, что сейчас это поможет решить вот проблемы прямо завтра. То есть... Но у тебя анализ сделан институтов, традиционных, нефть, бюджет, налоги. Экономика на сегодняшний день становится такой подиндустриальной. И сейчас зарождается тенденция, которая, которые говорят, экономика знаний. Потому что сейчас даже, собственно, Селигер, там, это президентский форум, проходил под этим знаком Z, экономика знаний. Эта экономика слабо контролируется политическими институтами. Потому что происходят изменения, а политические институты не успевают. Партии на сегодняшний день, выборы и все остальное подстроено на классической экономике. Вот как этот фактор учитан в твоем теории, потому что я просто этого не увидел. Какое влияние он оказывает может в ту или в другую сторону? Дим, отличный вопрос. Я очень много над этим думал. В принципе, я продолжаю читать про это, стараюсь читать как можно больше экономической литературы на эту тему. И как этот фактор знаний развивает, ну, как бы играет роль, какую роль он играет в диктатурах. Ну, в общем, когда я говорил здесь про налоги, то мы, наверное, понимаем, что если человек бюджетник, то, в принципе, налогов он много не платит. Согласна? В принципе, как бы он платит только налог на доход и, возможно, налоги какие-то типа вот НДФЛ. Но, в принципе, налоги в России в основном платят люди, которые занимаются бизнесом. А именно бизнес, он и является частью вот этой экономики знаний. Потому что, когда ты работаешь на себя или ты работаешь в компании, которая, скажем, обеспечивает людей, работая без участия в государстве, ты платишь в России налоги. И как раз налоги, они играют огромную роль в экономике знаний. Если режим будет поднимать налоги для людей, которые занимаются бизнесом, просто никакой экономики знаний не будет, потому что людям будет невыгодно закупать западное оборудование, платить огромные налоги, когда это оборудование можно перенести в другую страну и развиваться там. Пример, Израиль. Пример, США. Страны, где существуют правила игры, где ты будешь точно знать, что ты не окажешься в ситуации, когда к тебе придут и отнимут у тебя твое предприятие. И, как бы, я думаю, что экономика знаний, то, что говорят про насилие гели, это вещи, которые, я сомневаюсь, что они знают, о чем они говорят. То есть экономика знаний может работать только в том случае, когда институты политически открыты, а экономические институты не завязаны на извлечении ренты. Только тогда вот эта экономика, она может занять более доминирующую позицию в нашей экономике. Потому что все эти знания, которые у нас сейчас есть, то, что они привозят из-за границы, ну, я не могу сказать, что это неэффективно, у нас есть примеры, когда, допустим, компания Йота или, к примеру, еще вот есть компания Островок, они занимаются отельным бизнесом в России. Это стартапы, это такие организации, которые построены на простом принципе, они берут деньги инвесторов, вкладывают их в проект, проект развивается и впоследствии, скажем так, они выходят на свою изначальную траекторию, которую они задумывали, зарабатывают деньги. Но, к сожалению, в России есть преграды для развития таких компаний. И эти преграды, на мой взгляд, это преграды политические. Очень сложно заниматься бизнесом в несвободной стране. Очень сложно создать предприятия, которые не основаны ни на какой помощи от государства, в несвободной стране, в несвободных условиях. Когда ты не уверен, будет ли твоя собственность защищена, ты не уверен, какая зато ставка налогообложения будет. Мы знаем, что сейчас она 13%, но объективно все понимают, что прогрессивная шкала уже должна быть введена, иначе просто это уже не имеет смысла. И все эти вещи, они инвестору или потенциальному бизнесмену, они не внушают много доверия, и за последние годы увеличился отток людей из России. И я, конечно, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но я думаю, что многие из них это те люди, которые просто ищут остромок стабильности для своего бизнеса. Это люди, которые знают, как его создать, знают, как сделать так, чтобы он приносил деньги, но в России они этим заниматься не хотят. Поэтому экономика знаний она не будет развиваться. Сокращение идет расходов на науку, сокращение расходов на образование, увеличение зарплат бюджетникам, потом пытаются они еще каким-то образом подтянуть здравоохранение, многие вещи, но в целом государство не рассчитывает на то, что знания будут генерировать основной доход населения. На это они уже не рассчитывают. После 2012 года, когда случились события на Болотной, я думаю, государство выбрало уже четкую позицию, что их цель это как бюджетники, как основная сила, а то, что будет бюджетом самим, то есть из-за того, что вы знаете, социальные указы Путина майские, то есть где нужно увеличить зарплату врачам, военным и так далее, там практически ничего не сказано про то, как Россия будет выходить из этой экономической ловушки, как она будет вставать на рельсы развития вместо вот этого выкачивания нефти и рассеивания его по карманам чиновников и людей, работающих на государстве. Поэтому, Дима, возвращаясь к оригинальному вопросу, в России не появится экономика знаний до того момента, пока не будут открыты политические институты. Только так в России можно создать современные какие-то вот условия для ведения бизнеса и развития. Это можно сделать только при наличии политических институтов, которые свободны, не те, которые закрыты. Потому что все начинается с политики. И если государство контролируется узкой группой людей, то эти люди не заинтересованы в том, чтобы росли доходы всего населения. Они в этом в принципе не заинтересованы. Это было бы интересно с точки зрения пиара, то есть говорить о, все люди разбогатели. Ради интереса я сделал такой небольшой эконометрический анализ, то есть я посмотрел, как коррелировалась цена за баррель нефти с минимальным прожиточным минимумом в годы с 2000 по 2011 у меня был последний. То есть если представить прожиточный минимум, то он будет представлен в таких барах. Вот так примерно он развивался. И цена на баррель нефти имела практически вот такой тренд. То есть суть ясна. Пока росла цена на нефть, рос и прожиточный минимум. Увеличились все лучшие показатели. То есть там и расходы на образование, оборону и так далее. То есть все это было за счет роста нефти. Но сейчас нефть уже не будет расти в цене. Она закрепилась на отметке около 100 долларов и дальше этого роста не будет. Поэтому сейчас у режима уже нет такого потенциала, какой он был в 2000-е. То есть когда можно будет обещать еще больше и больше и больше, этого уже не сделано. То есть все, что им нужно делать сейчас, это кормить. бюджетников, которые будут ходить на митинги, поддерживать их, выражать поддержку по телевизору, по федеральному каналу. Но уже перехода к экономике знаний, я думаю, что его уже не будет. Этот этап пройден, он был в 2008-2009 году, вот так более-менее доступен. До кризиса, наверное. А формирование политических институтов на основании самого подхода. Ты говоришь, что знания это не тренд государственной власти. Однако тренд просто вот такой обиходный, житейский говорит о том, что каждый родитель хочет дать хорошее образование своему ребенку. Ты являешься ярким подтверждением. То есть ты получаешь не просто образование здесь, ты еще дальше развиваешься и достаточно высокий уровень ГИМО тебя не устроил. А соответственно таких россиян становится достаточное количество, которые за рубежом получают образование. И эти люди влияют как и на экономику, они вообще влияют на генерацию знаний. И соответственно они могут влиять и на политику. Потому что политические институты, которые не устраивают часть буржуазии, назовем ее так, или вот новой генерации молодых людей, они должны будут тоже меняться. И они должны будут подстраиваться. И поэтому я не знаю с какой точки зрения, с какой стороны начнутся изменения. Возможно они начнутся именно из-за того, что новое поколение людей, которые там сейчас может быть еще смутно понимают что такое экономика знаний, все равно начинает становиться более влиятельной. Она хочет переформатировать сегодняшний процесс и тоталитарный режим ее не устраивает, потому что он лишает, как ты говоришь, свободы. поэтому я не знаю, ты вот своей теории наверняка тоже думал об этих вещах и может быть у тебя есть какой-то комментарий к этому. У меня есть комментарий, я дам, но есть еще две статьи, которые на мой взгляд сегодня дают нам более четкую картину, что может дать демократия. То есть, что она может дать в реальном выражении. То есть, не в смысле там вот свобода, вот эта вот категория плутоническая. То есть, нет, она нам конкретно может сказать, что это такое. Начну сначала с главного. То есть, молодые люди образования, я согласен, что люди сейчас стали более, запросы людей как бы выросли очень сильно с точки зрения образования. То есть, когда раньше ему было это вот прям вот, ну, не знаю, топ, был топ. Но сейчас, когда я поступил магистратуру в Америке, я понял, что наша наука отстала лет на 15. То есть, вот социальные науки, которыми я занимаюсь, то есть, я не только политологией увлекаюсь, то есть, у меня есть интересы и в политэкономии, и в социологии, то есть, так или иначе, я все эти сферы знаю, и стараюсь что-то в них узнать больше. И суть простая, люди хотят больше знаний, люди хотят хорошее образование, хорошую работу, больше зарабатывать. Они понимают, что в России образование тебе этих возможностей по сути не дает. Объясню, что я имею в виду. То есть, человек едет поступать в Оксфорд, он получает там образование, и потом он уже начинает по голове рефлексировать и понимает, что в России в принципе ему уже жить не хочется. Потому что его образование дало ему понимание того, что как бы там просто жить уже некомфортно. То есть, человеку с хорошим западным образованием в России уже назад не хочется. И те ребята, которые уедут за границу, чтобы получить там опыт, они все будут пытаться остаться. Вот я по своему опыту знаю, потому что у меня там были несколько друзей русских и украинцев, а те из них, которые получили уже хорошее образование там, желания вернуться у них уже нет. То есть, вот этого патриотического позыва, что я сейчас поеду домой с этими знаниями, вложу их там в общее дело и так далее, этого нет. Это касается людей, ну, очень убежденных типа меня. То есть, как бы для меня это вот важно. я считаю, что если у меня есть знания, мне нужно с ними поделиться, как бы здесь что-то попытаться сделать. Но большинство людей, они потребители, поэтому получают образование и их главная цель остаться там. Я могу сказать, что те люди, которые занимаются программированием, какими-то техническими вопросами, то есть, более математической сферой, они, в принципе, все там и остаются. То есть, как бы это означает то, что экономика знаний, для которой нам нужны как раз эти математики, не люди там, как бы социальные ученые, общество это типа меня, нужны люди с математическими знаниями. И те, кто заканчивает БАМУКу сейчас, им, в принципе, поступить в Калифорнийский университет не составит труда, потому что их знания, база вот эта вот фундаментальная, она очень котируется на Запад. Там очень мало в Америке людей, у которых есть хорошие математические способности, поэтому наши ребята там будут на УРА воспринимать. Поэтому, возвращаясь обратно к теме, то есть, недавно был опрос среди молодежи, где бы они хотели работать. И подавляющее число респондентов сказали, что они хотели бы работать за границей. Это опять говорит о том, что при тоталитаризме, ну, тоталитаризм это слово такое, как бы, в принципе, ничего не означающее, вот, ну, обозначим это вне демократии, да, то есть, диктатуры, авторитарный режим, просто общая такая канва. И люди понимают, что вне демократическом государстве они не могут себя реализовать, они не могут полностью раскрыться, даже я это принимаю. То есть, меня, например, интересуют там какие-то вещи в политике, да, я, может быть, хотел бы себя в этом пробить, но я понимаю, что при нынешних институтах я этим заняться не могу. То есть, меня система либо съест, либо, как бы, я попаду в их систему и уже из нее не смогу выйти. То есть, вот проблема такая, то есть, даже я в политике не могу себя реализовать. Есть такие же люди, которые не могут себя реализовать в экономике. Есть люди, которые не могут себя в технических специальных сетях реализовать. Они все едут на запад или, по крайней мере, думают об этом. Об этом сейчас уже много говорят ребята. То есть я постоянно слышу эти разговоры и интерес к зарубежному образованию, как попытку уехать из России, он все время растет. Поэтому надеяться на то, что эти люди вернутся в Россию после того, как обретут эти знания, я бы на это не надеялся. То есть это похоже на историю, когда человек родился в сибирском городке и уехал в Москву учиться в университете, уже повышение квалификации. То есть уехать обратно домой, ему будет уже не особо интересно. Но он увидит, ну да. А он вернулся домой? Нет, не вернулся. В общем, я сам не знаю точно, но смысл в этом. И возвращаясь к политическим институтам, да, я согласен, что моя спецификация она довольно такая примитивная, но для того, чтобы сделать тест статистический, лучше иметь небольшое количество переменных, чтобы у тебя появились более интерпретированные результаты. То есть я это сделал вот с этой целью. И, собственно, хотел бы рассказать про два исследования. Одно из них, это вышло вот в этом году. Оно рассказывает о том, как изменяется размер валового продукта после перехода к демократизации. То есть, в принципе, простой вывод работы. То есть там очень много этих формул, всяких математических. Но 10 лет равно 30-ти процентному росту ВВП. Ну, как бы, здесь можно поспорить с цифрами и все остальное. То есть, ну, как это за 10 лет, да, после развития ВВП, после перехода к демократии ВВП увеличивается на 30%. Как это возможно? Но, как бы, не вдаваясь во всякие технические подробности, смысл вот еще. То есть, после того, как государство, назовем А, переходит к демократии, изменяется полностью система экономического регулирования общества. То есть, о чем я говорю. При демократии, чем она отличается от диктатуры? Деньги вкладываются в знания, деньги вкладываются в инфраструктуру, деньги вкладываются в развитие технологий, и деньги вкладываются в какие-то социальные проекты, которые улучшают жизнь населения. Почему это происходит? Почему деньги не тратятся на взятки, как вот в диктатуре, да, взятки, или, например, там, какие-то вот стройки для госкомпаний, там, и прочие другие вещи, которые, в принципе, вот к благосостоянию людей не имеют прямого отношения. Суть в том, что при диктатуре невозможно заставить государство инвестировать в эти вещи. Это просто невозможно. Почему это невозможно? Потому что диктатор, который находится у власти лет 10, ну, ему на самом деле по барабану сколько знаний у него людей, потому что его цель не людям знания дать и сделать их образованными, продвинутыми, его цель, наоборот, их держать в неведении, как бы, и сделать их тупыми. Потому что если люди начнут получать первоклассное образование, они скажут, слушайте, а почему так получается, что мы платим налоги, у нас столько нефти, столько ресурсов, а как бы у нас до сих пор разбитые дороги, вот, и из наших университетов все лучшие студенты уезжают на запад, как бы. Поэтому диктатора, как бы, интересует то, что у людей было меньше знаний. Инфраструктура, это довольно дорого. Как бы, если ты строишь инфраструктурные проекты, то их нужно делать по совести. То есть, не так, что там, вместо, там, я не знаю, сколько, пять миллиметров дороги должны быть, да? Вячеслав, вы, наверное, знаете, сколько толщины дороги должны быть? Пять сантиметров управляют. Пять сантиметров, да? Пять сантиметров, вот. А как бы смысл делать пять сантиметров, если как бы есть полный контроль над всем, можно сделать полтора сантиметра. То есть, ну, вы понимаете, да, логику? И технологии, они тоже, как бы, странные вещи. То есть, ну, что в них вкладывать? Как бы, на западе ты купил технологию, да? Используешь ее здесь. Зачем развивать свои? То есть, вот, мысль диктатора в этом. То есть, как бы, у тебя есть деньги, и ты можешь все на них купить, как и людей оболванить, и инфраструктурные проекты не сделать так, как надо, и так далее. И вот почему третий процент? Потому что с того момента, когда государство перестает контролировать все экономические процессы и политические, люди уже способны выстроить систему, при которой государство вкладывает знания, инфраструктуру и технологии. То есть, как бы, вот в чем суть, в принципе, и главное преимущество демократии. Это способ контроля за властью при использовании выборного механизма. То есть, если демократия работает, то она работает именно так. Люди избирают своих представителей, там происходят какие-то внутри процессы, люди приходят к решениям, но, тем не менее, эти люди не останавливаются там навсегда. То есть, нет такого, что в демократии там люди 10-15 лет, там, на одной и той же позиции. Это невозможно. Его либо снимут, либо он идет куда-то еще. То есть, не бывает такого, чтобы там один президент там провел столько времени. Это было первое исследование, много географии, расскажу сейчас вот о втором. Книжка называется «Капитал. 21 веке». Ее написал Мапе Кити, такой французский экономист. Вот. И почему я хотел бы о ней сказать? Потому что, Дим, вот этот вопрос был про экономику знаний. На самом деле, актуальный вопрос. Я не написал ничего по этой теме, но я про это читаю. Сейчас очень много и детально читаю. Суть книги, ну, скажу так, книжка, это, короче, вот, наверное, лучшее, что выходило за последние лет 10, наверное, в экономике. То есть, человек написал труд, который, в принципе, можно поставить на одну полку с Давидом Рикардо, Адамом Смитом и Карлом Марксом. То есть, это уже такое фундаментальное исследование в экономике. То есть, оно имеет непосредственные прикладные аспекты, которые я хотел бы вам сейчас описать. То есть, суть его теории проста. То есть, есть такая вещь, как капитал. У капитала есть такое свойство. Он может генерировать доход. То есть, есть доход от капитала. Ну, может быть, он в процентах выражен, да? Допустим, в процентной ставке. Вот. И со временем люди, которые контролируют капитал, их доход, он приумножается. То есть, потому что люди вкладывают в такие проекты, как, например, всякие финансовые схемы, или покупают акции и так далее. Со временем этот доход от капитала, он растет. Но в чем здесь главная противоречия? Вторая вещь – это рост. Экономический рост. То есть, это рост валового продукта государства, при котором доходы всех, всех частей населения растут. И получается такая странная динамика. То есть, в нынешних условиях в современном мире экономический рост в среднем сейчас на зарубе он составляет, ну, может быть, 3%, да? Если агрегированные показатели взять. В будущем, там, Аппикити, он говорит, что он будет 1,5% в среднем. То есть, получается, что если мы представим мир в 2020 году, да, до 2050-го, получится такая странная картина. То есть, экономический рост, ну, он будет, например, на вот такой прямой, да? Но доход на капитал, он, возможно, будет умножаться. То есть, он пишет, что в теории, вот, нет, в истории, в истории, он пишет, что в истории этот доход всегда рос. Просто раньше была немножко другая форма собственности, то есть, раньше это была земля. То есть, весь этот доход от капитала генерился с земли. И те люди, которые оставляли наследство будущим поколениям, они, собственно, как бы и перенимали вот это богатство. Сегодня капитал имеет множество форм. Но он также имеет вот эту вот доходную часть. И получается так, что капиталисты, то есть, вот, класс людей 10% каждой страны, которые владеют всем капиталом государства, их капитал примножается гораздо, скажем так, прогрессия и приумножение гораздо больше, чем та, которая происходит с обычными работниками. То есть, обычный работник, его зарплаты уже не будут расти. То есть, в смысле, те деньги, которые он накопил, они, в принципе, ну, не будут сильно приумножаться. Но когда речь идет о капиталистах, то там накручивается процент просто невероятный. И суть его теории, как бы, почему она называется капиталом, то, что он сказал, что Маркс, он был неправ. То есть, Маркс говорил, что капитализм, он разрушил себя. Его главная проблема в том, что капитал все время регенерируется, и в конце он достигнет таких масштабов, что он, как бы так, развалит полностью капиталин. В этой книге он доказывает, что это вообще не так. Он доказывает, что на самом деле, вот этот доход, он всегда будет таким оставаться. Экономический рост, возможно, вообще уже не будет никогда меняться. И поэтому, когда он пишет про экономику знаний, он пишет, что есть две вещи, которые влияют на этот процесс. То есть, он пишет так. То есть, когда доход на капитал больше экономического роста, то есть, R это rate, а G это growth. То есть, когда доход больше экономического роста, происходит увеличение неравенства в обществе. Вот это главная идея ключевая. И единственным способом, как вот эту траекторию изменить, это вкладывать деньги в человеческий капитал и в развитие технологий. И, собственно, если эти вещи не делать, то поэтапное вот это вот увеличение неравенства, оно будет так и продолжаться. Потому что со временем, если многие из нас могли заметить, что сейчас требования к сотрудникам на работу при приеме уже не такие, как были 10 лет назад. Сегодня надо уметь пользоваться Microsoft Excel, нужно уметь в Word работать, нужно пользоваться интернетом и, собственно, знать, как вообще функционирует компьютерная какая-то вот такая вот система для того, чтобы быть современным опытным работником. То есть, вот знать вот эти вещи сегодня, это уже обязательно. И представьте, что будет через 10 лет. То есть, учитывая, сколько новых появляется приложений и разных программных пакетов и так далее, сотрудник будущего, тот, который не будет обладать знаниями, он будет проигрывать. То есть, его работу можно будет заменить роботом. Но это как бы звучит очень футуристично, но вот Роберт Скидевский на этой летней школе, он как раз об этом и говорил. То есть, он говорил, что многие труд, которые сегодня выполняются людьми, эти люди будут заменить роботом. И теперь представьте, как это будет выглядеть с точки зрения роста экономики. То есть, в принципе, экономический рост будет генерироваться машинами. Людям практически ничего в этом делать не надо будет. Но тот процент людей, которые контролируют все богатство, он ничего терять не будет, потому что он будет контролировать свои средства производства. Поэтому, как бы резюмируя то, что он написал в книжке, у нас очень такие, скажем так, грустные перспективы развития человечества, если вот верить его данным и его анализу и так далее. Но я как бы отношусь к тем, кто верит в социальную инженерию, то есть, что мы можем, в принципе, все это изменить. То есть, как это сделать? Ну, во-первых, изменить это можно только в демократическом обществе. То есть, при диктатуре повернуть это вспять невозможно. По одной простой причине, что диктатор не заинтересован в том, чтобы люди умели. Он не заинтересован в развитии технологий, он просто заинтересован, чтобы все оставалось так же. То есть, как Платон писал, государство, которое основано на стабильности, где ничто не меняется, где все статично. То есть, вот диктатор хочет такое государство. А при демократии все должно стремительно развиваться. И поэтому, чтобы о России избежать вот этой ловушки, про которую он пишет, когда растет неравенство, когда доходы владельцев капиталов приумножаются быстрее, чем растут зарплаты, для этого нам нужно перейти к демократии. И уже оттуда, как бы, пытаться увидеть, как можно извинить экономику и увеличить благосостояние людей путем человеческого раду. Ну, а нет ли здесь другого пути? Допустим, насколько я информирован, появление отпуска, появление Боллистков на Западе было как бы ряда на то, что освещилась Октябрьская революция в России. И капиталисты, опасаясь того же самого себя, они все-таки стали социальные гарантии определенные устраивать у себя. И у нас ситуация такая же может быть, что тот же самый капиталист. Для сохранения своего положения он пойдет на то, чтобы ввести какие-то отчисления. Это первое. Второе. Государство же может за счет налоговой системы, ну, как, допустим, Швеция. Конечно, Швеция это уж очень круто, а что-то наподобие, где там процентную ставку налогов на очень большие доходы можно было бы сделать и в России. Давайте вот в двух частях я пишу. Я сначала пытаюсь объяснить, почему налогообложение в России будет сложно изменить. А второе, я расскажу, как-то так, зародыш своей теории объясню о том, как в России делать честное распределение ресурсов. Начну с того, что, во-первых, налогообложение это довольно серьезная вещь, то есть оно создает условия, при которых государство становится подотчетным людям. Это главная функция налогообложения. Именно в Англии, когда началась славная революция 1688 года, главным требованием ее было то, чтобы король поделился своими прерогативами с парламентом в процессе сбора налогов. То есть сбор налогов это непосредственная функция демократии. То есть это собирать налоги с людей и тратить их на социальные нужды. Я думаю, главная проблема, по которой у нас не получится сделать так, как в Швеции, то, что люди в России, ну, субъективное мнение, конечно, но мне кажется, что люди у нас в России не готовы отдавать огромную часть своего дохода на общее благо. Вот, как бы это ни звучало цинично, да, я думаю, что в России люди не хотят этого делать, потому что они думают, в первую очередь, о себе, и для того, чтобы они задумались о более такой обширной картине, нужно, чтобы они выросли как граждане. Поэтому, как бы, вводить налоги сейчас, это вызовет бунт, это вызовет всеобщее недовольство, как бы, мол, что это мы платим так много налогов, да, и что нам за это в обмен дают. Поэтому мы до этого должны дорасти. Я думаю, что это плюс, когда государство собирает много налогов и тратит их на какие-то социально значимые вещи. Вторая вещь, которую я сказал, почему в России это вряд ли будет возможна, потому что люди привыкли все получать бесплатно. Это вторая вещь. То есть они не любят платить за всех, и вторая, они любят получать бесплатно, есть продукты получать. То есть, как бы, если ты не хочешь ни для кого ничего делать, то почему ты должен получать это бесплатно? Вот эта вот установка в голове людей, она мешает оценить всю суть проблемы. То есть, приведу простой пример. То есть, человек хочет ходить по чистой улице, он хочет получать хорошее здравоохранение, он хочет получать хорошее образование. Но ни одно государство в мире сегодня, ну, может быть, есть пара примеров, где есть такие университеты, где государство полностью обеспечивает вот эту вот подготовку специалистов. То есть, ну, нет такого. Нужно, чтобы работали частные университеты, конкурировали между собой, привлекали лучших специалистов и в форме бизнес-моделей предлагали людям качественное образование. Государство эту функцию выполнять не может. Поэтому тут мы сразу, как бы, образование, да? Ну, вопрос. Здравоохранение. Я думаю, что вот эта вещь, ну, мне она близка, потому что я знаю, что в Канаде и в европейских странах есть бесплатное здравоохранение. И, как бы, люди тоже жалуются, что там нужно ждать в очередь, там есть минусы свои. Но в целом, как в Америке, человек не сможет умереть просто от того, что у него нет страховки. Как бы, про Америку мы вскользь, я коснусь этого. То есть, смысл в том, что проблемы в основном от людей идут. То есть, они не понимают, что налоги – это необходимость. То есть, если 50% бюджета формируется за счет нефти, да, а 50% из налогов, то, как бы, спрашивать государство, мол, а почему вы так плохо исполняете наши пожелания? Ну, не знаю, мне кажется, как-то наивно. Потому что они скажут, ну, вы только 50% платите, а все остальное идет от нефти. Ну, что вы взмущаетесь? Но если бы налоги составляли 70% от ВВП, вот тогда мы уже как бы по-другому с государством могли бы поговорить. Но пока что не на нашей стороне, правда. Вот. И касаясь того, что вы говорили в начале самом, я хотел привести пример один американский. У меня попался недавно доклад про неравенство в Америке. То есть этот доклад, ну, оставил огромное впечатление. Организация ДЕВУС, это такой неправительственная организация, некоммерческая в Америке, которая занимается образованием граждан в области экономических и политических проблем. То есть вот их доклад, он, скажем так, две вещи мне рассказал. То есть первая вещь была, что в Америке растет неравенство, ну, в принципе, это очевидно, с 80-х годов оно достигло уже огромных размеров, страшно. И второе, богачам, то есть, ну, богачи, я имею в виду 10% самых богатых групп населения, не заботятся об интересах бедных. Что это означает? Что там есть такой интересный пример. То есть количество людей, которые тратят на политические компании более 2,5 тысяч долларов в Америке, составляет около 10%. То есть, грубо говоря, 90% людей платят взносы, ну, меньше 2,5 тысяч долларов. 10% платят от 2,5 тысяч до миллионов. То есть, грубо говоря, 10% людей, которые самые богатые, как раз непосредственно влияют на принятие решений. А какие решения они принимают? Нельзя увеличивать прожиточный минимум. Нельзя устанавливать минимальный, поднимать минимальный размер оплаты труда. Нельзя сделать бесплатным здравоохранение. Как бы государство не должно ни за что отвечать. Если человек неудачник, и у него не получилось реализоваться в жизни, это его собственная беда. Ну, в этом суть американской философии, как бы я не могу их за это судить. Но мне кажется, что все-таки государство не должно разговаривать с позицией богачей. Как бы его суть, как бы вот всех в обществе контролировать, чтобы никто ни на кого не давил. Но в Америке есть такая проблема, и как бы поднимать налоги, я думаю, что это не их интерес. Им наоборот хочется, чтобы налоги не росли. Потому что для бизнеса им это необходимо. А то, что интересует бедняков, то есть там какие-то инфраструктурные проекты и все остальное, ну, их это не волнует. Поэтому, возвращаясь к тому, что я сказал, что, мол, развитие возможно только при демократии, ну, как вы вот видите из этого примера, даже в демократиях есть проблемы с этим, когда весь капитал концентрируется в руках узкой группы людей. Вот. Я хотел бы вот вкратце описать то, что я думаю, было бы интересно для России, вот, и будет интересно услышать ваше мнение. Идея такая, что я изучал опыт Аляски и Норвегии в том, как они распоряжаются своим национальным богатством. Проблема в литературе называется ресурсное проклятие. В чем его суть? То есть те страны, обладающие огромным количеством ресурсов минеральных и имеющих недемократические правительства, весь этот потенциал ресурсов, он исчезает. То есть государство неправильно тратит деньги, оно не пользуется, не полностью реализовывает потенциал, и в итоге получается так, что количество ресурсов лишь идет во вред. И есть страны, которые справились с этой болезнью. Из самых таких известных мы знаем Аляску, на втором месте, наверное, пойдет Норвегия, и дальше там будут такие страны, как Готсвана, которые, в принципе, в отличие от множества африканских стран, имеют очень стабильную демократию и довольно такую прогрессивную экономику. Как его можно решить? Есть такой политолог Майкл Рос как-то, он сформулировал несколько подходов к решению этой проблемы. То есть как вот в России, например, можно было бы применить его идеи. То есть в России есть такая проблема. Из-за того, что очень много ресурсов, и они сконцентрированы в руках одной группы людей, эти ресурсы не могут тратиться эффективно. Почему? Потому что для того, чтобы они тратились эффективно, нужен какой-то независимый орган, который бы, скажем так, если представить, что вот это вот диктатор, да, вот это люди, и богатство, оно вот где-то здесь. То есть между людьми и диктатором. И в диктатуре как бы он распоряжается, вот все это принадлежит ему. Люди практически прямого контроля за тем, как распределяются ресурсы, их нет. Нет этих рычагов. И первое предложение, которое предлагается Росом, оно звучит в следующем. Как бы оставить в недрах. То есть звучит довольно глупо как бы. То есть ну как это оставить в недрах ресурсы? Ну как-то странно. То есть мы не будем выкачивать нефть, не будем добывать алмазы и газ тоже не будем добывать. Ну как звучит глупо как-то. Но его идея в том, что в будущем сохранение этих ресурсов оставит, если можно выразить, заначку. Заначку для будущих поколений, которые смогут воспользоваться этими ресурсами, когда во всем мире они закончатся. В России, кстати, предполагают, что где-то к середине 20-х годов нефти в России уже не будет. То есть как бы вот здесь есть тоже какое-то рациональное зерно. Второй момент это оставить, извиняюсь, создать независимый фонд. Если честно, вот эта идея мне очень нравится, потому что она уже работает. Она работает на Аляске и она работает на Армегии. Немножко по-разному функционирует, но суть проста. Есть независимый фонд, в который поступают деньги от продажи ресурсов. Этот фонд вкладывает эти средства в гид бумаги, в долгосрочные инвестиции или инфраструктурные проекты. То есть это наподобие того, что у нас есть в виде фонда национального благосостояния, но этот ФНБ использует для того, чтобы раздать все душкам Путину. То есть как бы это не для того, чтобы Людин сделать жизнь лучше и так далее, это для того, чтобы защитить режим от каких-то внезапных шоков, то есть чтобы остались деньги на черный день. То есть ФНБ что-то наподобие этого, но не таким, какой он есть сегодня. Этот независимый фонд не будет связан государством, он будет полностью суверенным, то есть на него не будет оказываться никакого давления. Там будут работать довольно-таки крупные аудиторские компании, которые будут контролировать каждую потраченную копейку. И эти деньги, которые будут идти от продажи нефти, будут приносить постоянный доход. И этот доход, в принципе, можно тратить на те проекты, которые в России, например, наиболее остро стоят. То есть, например, проблемы здравоохранения, модернизации технологий и разные другие вещи, которые можно было бы решить, если бы у нас была четкая структура того, как принимаются решения в области развития проекта. Третий вариант, это, если с английского так перефразировать, то это нефть в кэше. Смысл вот такой. То есть, можно создать что-то наподобие фонда, но для этого нельзя создавать фонд, это может быть банк. То есть, например, такой банк, эксперт банк. Ну, к примеру, то есть крупный всероссийский банк. В него будут поступать деньги от продажи нефти. И путем прямого распределения часть этих денег будет выдаваться людям на какие-то нужды. Мне кажется, что этот проект, он наиболее такой идеалистический, потому что не так много примеров в мире. Эта идея возникла около года назад. То есть, смысл простой. То есть, человек будет получать деньги на руки от продажи нефти. То есть, каждый человек. Для маленькой страны я могу это представить. Для России, ну, довольно сложно. В теории у меня в голове есть такая идея, что эти деньги от нефти могли бы получать наименее обеспеченные свои населения. То есть, те люди, которые, скажем так, живут, например, на юге России или в самых депрессивных регионах. То есть, те люди, которым нужна немедленная помощь в повышении их благосостояния. Почему я думаю, это важно? Потому что, если все люди в России будут жить примерно на одном уровне благосостояния, нам будет проще создать гражданское общество. Потому что, когда одни беднее, другие богаче, у нас у всех возникают разные интересы. То есть, у богатых интересы сохранить свое богатство, у бедных где-то его приобрести, и возникает конфликт, толкновение. Поэтому нам нужно создать такой прочный средний класс, и, может быть, вот этот метод нефть в кэше, oil to cash, он может и помог бы этому сделать. Поэтому, как бы, вот есть три таких вот позиции на этот счет. Я думаю, что все-таки второй, он более такой реалистичный. Третий стоит оставить тоже на рассмотрение. Но вот первый, я думаю, что это не актуально. Потому что сохранять нефть на будущее, возможно, нефть вообще уже не будет использоваться к тому моменту. Баррировать уже новые технологии, просто нефть, она не будет стоить ничего. То есть, сегодня она ликвидная, ее можно продать, купить на нее что-то и так далее. Поэтому, вот эти два последних варианта, я думаю, нам стоит как бы, ну, серьезно обсудить. Вот. Димка, есть какие-нибудь идеи на этот счет?